Выступление моё сегодня называется «Что ты сделал для науки?» Может быть, кто-то из вас помнит фильм «Чародей» 70-х годов. Фильм начинается, собственно, с того, что эту надпись выложили буквами на стене научно-исследовательского института и перепутали знаки препинания вместо вопросительного знака там поставили восклицательное. Но вот мы сегодня как раз поговорим о том, что каждый, в принципе, из сидящих в этой аудитории может сделать для науки, не будучи при этом профессиональным учёным. Итак, есть два полярных мнения. Мы будем говорить о любителях астрономии сегодня, но, в принципе, то, что я буду говорить, подходит для любого человека, который, в общем-то, интересуется наукой. Что касается любителей астрономии, существует два полярных мнения. Любители астрономии не могут сделать вклад в науку против, соответственно, того, что стоит вам только приобрести телескоп и навести на него, и вы обязательно сделаете научное открытие. Много очень споров на эту тему настоящих галивары на даже профильных форумах вроде астрономии.ру, где, в принципе, наверное, представителей второго романтического и наиного взгляда нет совсем, но есть люди, которые утверждают, что да, любители астрономии что-то могут сделать для большой науки, и всегда есть те, которые говорят, да нет, ничего подобного. Ну, давайте попробуем разобраться, так это или нет. Истинно, как мы помним, всегда лежит где-то посередине. Начнем с того, что любительская астрономия подразделяется на несколько видов. Это наблюдательная или визуальная астрономия. Просто когда люди собираются, наблюдают звездное небо при помощи телескопов, при помощи биноклей. Под вид этого направления, хорошо всем, наверное, известная акция тротуарной астрономии. В Иркутске она была проведена в этом году уже в десятый раз. Всемирная ночь тротуарной астрономии. Ну, и, в принципе, такая практика, в общем, для человечества характерна с тех самых времен, когда человек впервые поднял голову от Земли, посмотрел на звезды, что-то там увидел и попытался рассказать другим, что же он там увидел. Второе направление — это астрофотография. Очень много людей специализируется на том, что делает снимки объектов звездного неба, как объектов глубокого космоса, это звездные скопления, различные туманности, галактики, так и фотографии более близких объектов, таких как Луна. Направление безумно интересное, очень широкое. Кадры все эти, без сомнения, в интернете встречали. Очень много сейчас существуют техники разнообразной, даже сравнимой с той, которой пользуются профессиональные астрономы. Вот такое очень широкое направление. Третье направление любительской астрономии — это телескопостроение. Я думаю, что если здесь есть люди, которые любят возиться с железками теми или иными, они очень хорошо это понимают. Своими руками всегда приятно сделать нечто работающее, приносящее пользу и удовольствие. Иркутский астроклуб этим занимался очень плотно. Более десяти инструментов было подготовлено вот такими же, как мы с вами, людьми, не имеющими ничего общего с профессиональной астрономией. Некоторые до поры до времени потом окончили физические факультеты Иркутского госуниверситета, другие учебные заведения и в дальнейшем все-таки связали свою жизнь с астрономией. Ну вот сейчас это так. Там отмена медианисты. Отмена это где? Здесь? Да, да. Извините. Сейчас не так может быть широко это направление представлено, тем не менее любители всегда пытались усовершенствовать то, что продается в магазинах, всегда пытались создать что-то свое. И есть люди, которым этим успешно занимаются. Наконец, есть последний, такой самый редкий, наверное, подвид, исследовательская астрономия, когда наблюдается какое-то одно явление, скажем, переменные звезды, или есть даже люди, которые наблюдают экзопланеты. Ну, конечно, не надо представлять себе, что экзопланеты — это планеты у других звезд за пределами Солнечной системы. Нельзя, конечно, представить себе, что в свой любительский телескоп можно увидеть вот эту планету у другой звезды, но можно вполне успешно отследить изменение яркости звезды, мимо которой периодически проходит планета. И есть люди, которые вот этим направлением занимаются. Отслеживают, записывают, ведут журналы и так далее. Есть астрономическая шутка. Чтобы сделать астрономическое открытие, надо всего лишь навести телескоп на нужное место в нужное время. Действительно ли это так? Наверное, в каждой шутке есть доля шутки, как мы помним. Но и рациональное зерно в этом, конечно, присутствует. Проблема в том, что небесная сфера очень большая. Площадь небесной сферы — 41 253 квадратных градуса. А поле зрения телескопа... Ну, в общем, сейчас очень большие профессиональные астрономические устройства, которые только готовятся, говорят, что они будут обладать полем до 3 градусов. Градус даже... Я же говорю, что среднее поле, среднее телескопа... Гораздо меньше, чтобы посмотреть... Сколько, Сергей Анатольевич? Гораздо меньше. Ну, давайте для простоты расчета примем, что 1 градус. Ну, допустим, 41 253 телескопа необходимы для того, чтобы смотреть качественно на небо. То есть, чтобы полностью всю небесную сферу охватить. Конечно, такого количества телескопов, такого количества людей, которые профессионально связали свою жизнь с астрономией, нет на всем земном шаре. Но любителей очень много. Любители на небо смотрят часто. И хотя бы потому, что их много, и на небо они смотрят часто, они могут быть весьма и весьма полезны для большой науки. Очень часто, наверное, очень часто это неправильно говорить, случаются события, которые были замечены именно астрономами-любителями. Например, падение астероида на Юпитер. Просто потому, что на Юпитер большие профессиональные телескопы не смотрят, у них есть другие научные задачи. И задачи эти часто очень узкоспециализированные. А вот астрономы-любители планеты наблюдают очень массово. Это один из самых привлекательных и сравнительно легких для наблюдения объектов. Так вот, в один прекрасный момент именно астроном-любитель заметил, как на Юпитер упал астероид. И после этого, когда об этом было заявлено в публичном пространстве, мы живем в век интернета, и все это делается очень просто, уже были и профессиональные мощности на это событие направлены. Удалось выяснить, что это был именно астероид, а не комета по анализу спектральных линий. Спектрометрия — это один из самых, наверное, широко распространенных методов в астрономии. Итак, как мы только что сказали, иногда достаточно даже просто того, что вы смотрите на небо, и действительно может вам повезти, и вы заметите что-то такое необычное. Об этом можно сообщить в интернете, информацию эту можно проверить. Совершенно не обязательно, что это будет открытие всемирного плавиарного масштаба, но шансы на это есть. И чем больше людей смотрят на небо, тем шанс этот повышается. Еще один способ почувствовать свою причастность к большому делу науки — это так называемые распределенные вычисления. Тоже не новая штука, вот здесь перечислены только самые основные и известные ресурсы, которые этим занимаются. Боинкру, сети Адхом, Дескайный Торг и многие другие. Принцип распределенных вычислений следующий. Это способ организации расчетов таких сложных и ресурсоемких задач, для которых используется большое количество компьютеров. Вы регистрируетесь на том или ином ресурсе, допустим, перечисленных выше, скачиваете некую программу, устанавливаете ее себе на компьютер. И эта программа будет получать пакеты заданий, которые компьютер будет обрабатывать. И потом полученные результаты обработки отсылать той или иной команде, тому или иному научному проекту, который должен данные обработать. Проблема в чем? Сейчас скапливается огромное количество данных, их нужно анализировать. И вот с привлечением таких добровольческих ресурсов можно создать настоящие суперкомпьютеры, не вкладывая в это много ресурсов, прежде всего финансовых. Для некоторых программ даже не требуется постоянное подключение к интернету. Важно, чтобы оно периодически происходило, то есть вы вошли в интернет, в это время программа скачала те задания по тому или иному научному проекту, который программа поддерживает. Вы вышли из интернета в это время, ваш компьютер, вы можете на нем делать что угодно, раскладывать там пассианс, косынка, читать, что-то писать и так далее. А вычисления, тем не менее, производятся. И когда вы в следующий раз заходите в интернет, программа просто обработанный пакет данных отправляет дальше. Вот этот сайт Boeing.ru, он полностью на русском языке, это наш отечественный проект. Здесь очень есть список большой проектов, которые эта платформа поддерживает. Не только в области астрономии, есть другие естественно научные проекты, очень много проектов в области медицины, в области биологии. В принципе, можно поддержать любой. The SkyNet.org, несмотря на название, никаких планов по уничтожению Земли, как одноименная организация из фильма «Терминатор» она не строит. А вот данные, в том числе радиотелескопов, инфракрасных телескопов, обрабатывать помогают. City at Home. Очень известный проект по поиску сигналов от внеземных цивилизаций. Searching for extraterrestrial intelligence at home. Вы скачиваете программу и, соответственно, эта программа использует ресурсы вашего компьютера для того, чтобы обрабатывать сигналы, проступающие от радиотелескопов, и искать в них признаки какого-то искусственно модулированного сигнала, который могла бы послать высокоразвитая цивилизация. Только высокоразвитая цивилизация, наверное, может такие вещи освоить. Есть так называемые гражданские проекты, которые используют усилия добровольцев для того, чтобы помочь ученым справиться с огромным потоком данных, которые требуют обработки. Но в отличие от тех проектов, которые мы только что рассмотрели, которые, в общем-то, и не требуют участия человека, который желает как-то помочь науке, здесь принцип действия немножко другой. Вот, например, проект AsteroidZoo.org, охота за астероидами. Здесь используются данные, которые получает известный обзор Каталина. Это автоматическое скарирование небесной сферы. Производятся, делаются снимки. И, собственно, задача человека, который зарегистрировался в качестве участника этого проекта, следующая. В любое время заходите на сайт, и вам предлагается для анализа несколько таких кадров. Это кусочек поля, звездное небо. Можно перематывать. Здесь есть такой вид, когда можно четыре таких изображения вывести на экран, попытаться их сравнить между собой. Можно использовать другой принцип анимации, когда эти четыре кадра у вас друг за другом последовательно проходят, и вы должны заметить некое движение на нем. Если вы видите движущийся объект, правая колонка, верхняя строчка, кнопочка Asteroid. Можно пометить Asteroid, если вам кажется, что вы увидели движущийся объект. Можно пометить артефакт. Очень часто встречаются просто засвеченные кусочки поля, битые пиксели. И так далее. Либо вы можете сказать, что вы здесь ничего не видите. Ни следов какого-то передвигающегося объекта, астероида, ни каких-то артефактов, то есть посторонних включений. Ничего. И нажимаете кнопку «Завершить». После чего программа вам выдает некий результат. Очень часто вы пометили астероиды, они вам обводят зеленым кружочком и говорят «Спасибо, он, вот этот астероид уже известен». Хорошо, что вы его заметили, вы молодец. Но очень часто попадается, вот если просто даже попытаться поисследовать этот сайт, очень часто они вам говорят «Поздравляем, вы сейчас будете смотреть тот кусочек неба, который до вас еще никто не смотрел». Дерзайте, может быть, именно вам повезет. Все эти результаты потом обрабатываются. Конечно, все еще раз сравнивает компьютер, проверяет, потому что у нас у всех с вами разная степень внимательности. Кто-то может заметить движущийся объект, кто-то не может. Это требует определенной сноровки. Здесь вот есть режим инверсии, то есть можно картинку перевернуть, сделать звезды черными точками, а поле белым. Иногда это помогает искать объекты более качественно. Но, по крайней мере, даже если, может быть, вы не найдете нового астероида, вы хорошо будете тренировать свою внимательность, это вам еще для каких-то целей пригодится. Еще один подобный проект — diskdetective.org. Они на своей главной странице так и заявляют. Нам нужна ваша помощь, чтобы обнаружить место рождения планет в данных, которые никто раньше не видел. Более сложная задача. Очень есть развернутое и подробное описание, инструкция к действию, так называемый гид. Здесь речь идет об инфракрасных снимках пылевых дисков вокруг звезд. Казалось бы, что все этот большой объем данных может анализировать компьютер, но не так все просто. Организаторы сами об этом говорят, что компьютеры очень часто принимают пылевые диски за некоторые другие объекты, не всегда их может распознать. Есть вещи, которые именно человек, а не искусственный интеллект способен делать гораздо лучше. Кстати, вот на предыдущем проекте, который касался астероидов, тоже есть подробное руководство для пользователя, как выглядят артефакты, как могут выглядеть астероиды. То есть не надо думать, что вас вот так с места в карьер неподготовленным бросают. Есть время для того, чтобы несколько изучить предмет, собственно, почитать, что, собственно, вы будете искать. Следующий проект iMonet, но это как раз для тех, кто любит смотреть на небо. Это организация, которая занимается исследованием метеоров, метеорных потоков и так называемых спорадических, то есть разовых явлений болидов. Если вы, допустим, сегодня вечером после этого мероприятия пойдете по улице Карла Маркса и вдруг увидите, как пролетел над городом яркий болид, вы можете зайти на этот сайт и через специальную форму сообщить о том, что вы видели и когда. Причем есть очень дружелюбная к пользователю форма, которая позволяет очень качественно все поля заполнить. С помощью Google-карты вы точно картируете свое положение, где вы были, в какой точке земного шара, когда вы это увидели, насколько ярким был этот объект, тоже все очень подробно написано. Можно при помощи такой интерактивной картинки указать направление, в каком направлении вы увидели летящий болид, был ли след у него, насколько он был яркий, слышали ли вы звук, потому что иногда отмечаются явления со звуком. То есть вот как раз для тех, кто часто много смотрит небо, очень полезный ресурс. Ну и наконец, самый простой, наверное, способ сделать что-то полезное для науки, если вы интересуетесь, это рассказывать другим людям о том, почему это интересно, почему это замечательно, почему этим стоит заниматься. Может быть, кто-то из тех, кому вы это расскажете, если речь, например, идет о ваших каких-то младших родственниках, детях, братьях, сестрах и так далее, в дальнейшем решит связать свой путь с естественной наукой или с наукой вообще. И что касается тех людей, кто уже свой выбор в жизни сделал, ну просто они узнают что-то новое, интересное и свою картину мира обогатят. Вот человек, который изображен на этой фотографии, Джон Добсон, основатель акции «Тротуарная астрономия». Удивительный человек, специального образования у него не было вообще, он 23 года провел в монастыре буддистском. Известен тем, что изобрел монтировку для телескопа, она названа его именем, монтировка Добсона, достаточно простая в изготовлении. И его девизом было то, что телескоп, в принципе, каждый может изготовить самую, это простейшую монтировку может изготовить, самое главное. Каждый человек может показать всем другим людям, насколько прекрасно звездное небо. Он просто выходил с этим своим телескопчиком на улице и вечером показывал то, что в небе было видно. У Джона Добсона много последователей во всем мире. Очень приятно, что Иркутск уже десятый раз присоединяется к всемирной акции «Ночь тротуарной астрономии». Нет сомнений, что она будет продолжаться в дальнейшем. Вот 15 апреля этого года, если кто-то из вас был на набережной около памятника Александру Третьему, 130-м квартале около планетария, или на нижней набережной, или, может быть, на том берегу у библиотеки имени Молчанова-Сибирского и у Политеха, могли видеть такую картину, телескопы, очереди к ним, люди, которые смотрят на небо. В тот вечер была видна Луна, был виден Юпитер. Около каждого телескопа стоит человек, который рассказывает собравшимся, что именно они могут сейчас увидеть. В этой акции может принять участие любой желающий, у кого есть телескоп, и немножко свободного времени, чтобы рассказать другим о том, как прекрасно то, что у нас над головой. Спасибо за внимание. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, буду рада их услышать. Да, пожалуйста. Сколько средств надо затратить на создание простейшего телескопа? Ну, на этот вопрос, наверное, я приглашу ответить Павла Никифорова, который в Искутском остроклубе занимался изготовлением телескопов непосредственно. Чтобы создать простейший телескоп, достаточно купить пару очковых стекол, искрубить лбу из картона и найти какой-нибудь от старого прибора оптического окуляра. Такой телескоп, примерно таким телескопом, обладал Галилеом Галилеей и с помощью него он открыл спутники Лунипитера в горы на Луне. И вы действительно, направив на Луну, увидите, что Луна – это шар. Это творит в пространстве. Я за руну, ну, буквально пару сотен рублей. Если удастся найти дешевые линзы. Потому что, как мы знаем, линзы для очков стоят не так дешево, как нам хотелось бы. Ну, буквально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!